Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Следующий матч нашего обзора Нефтехимик против Акбарса Это всегда интересно И очень неплохо вошла в этот матч Команда Олега Леонтьева Уже к 12-й минуте Нижнекамцы организовали две шайбы Первый гол Павлу Парядина Лещенко оставляет Парядин бросает Ну и вторая атака Проходит чуть больше минуты Андрей Белозеров Откликается на передачу из угла И с пятака Первым же касанием Отправляет шайбу между щитков воротарев 12-й гол в дебютном сезоне Неплохая статистика для Андрея Белозерова Однако уже в первом периоде Удалось Акбарсу одну шайбу отыграть Александр Радул Смотри, что делает Ушел от Кашникова Еще один вираж И в итоге с неудобной руки Доставляет шайбу на пятак Откуда Дмитрий Когарлицкий Забивает свой 11-й гол в этом сезоне Во втором периоде Заброшенных шайб не было А уже в начале третьего периода Вадим Шибачев После передач Станислава Галиева И Александр Радулова Оставшись один абсолютно На дальней штанге В касание Вколачивает шайбу ворота Андрея Тихомирова Да, причем это был гол в большинстве Еще одна шайба в большинстве На этот раз от защитника Акбарса Вячеслав Воинов Мощно палит от синей линии И пробивает Голкипер нефтехимика Отличный трафик перед воротами И казанцы впервые в этом матче выходят вперед Да, но мне кажется Что вот эта шайба стала В какой-то степени переломной Потому что дальше Забивает Дмитрий Юдин На 46-й минуте Не самый сложный бросок Для Андрея Тихомирова Но справиться с ним Вратарь нефтехимика Не смог И кто бы мог подумать Что эта шайба Дмитрия Юдина Станет победной Потому что последнее слово В этой игре Осталось за нижнекамской командой В меньшинстве После передачи Анцеля Галимова Вячеслав Лещенко В 15-й раз в этом сезоне отличается На ошибся Галей В средней зоне И нижнекамцы этим воспользовались Тем не менее Акбарс набирает 2 очка И команда Зинталы Белетинова По-прежнему Остается Главным претендентом На первое место По итогам регулярки на Востоке И после этой победы Акбарс обеспечил себе место В плей-офф Еще один матч Который прошел в Магнитогорске В гости к Металлургу Приехал подмосковный Витязь Витязь в этом сезоне Уже Металлург обыгрывал Это было еще в начале сезона Тогда победа команде Вячеслава Буцаева Досталась в серии После матчевых бросков А в этой игре Все куда веселее было Джереми Рой Бросает от синеления Стебан Старков Подставляет плюшку И Кошечкин С этим рикошетом Справиться не смог 1-0 Павел Акользин Совсем недавно Продлил контракт С Магнитогорским Металлургом И сравнял счет В этой встрече Чуть больше полутора минут Прошло Отличная работа На пятачке добиваний И уже 10-й Юбилейный гол Акользина В этом чемпионате 1-1 Именно с таким счетом Команды отправились На первый перерыв Во втором периоде Андрей Чибисов Реализовал большинство После передачи Прэнтона Лайпсика На 24-й минуте Теперь уже Витязем Нужно было отыгрываться И с этой задачей Команда из Балашихи Легко справляется Кирилл Рассказов 15-я шайба Классный бросок С пятака в девятку Был в этой игре Еще один незасчитанный гол Однако Магнитка не расплеилась После отмененной шайбы И убежала в контратаку Из своей зоны Горобкина и Акользин Включили третью скорость Доехали до ворот Дмитрия Шикина Ну и Павел Акользин Вторую дубль В этом сезоне Оформляет После передачи 94-го номера На 34-й минуте Витязь получает большинство И Скотт Уилсон 18-ю шайбу В сезоне забрасывает Вот так уже Почти до 20-ти голов Добрался этот легионер Хотя были к его игре Определенные вопросы На старт сезона Кстати, единственное Большинство Витязей В этом матче было Талер Грауац Спустя минуту После передачи Илья Аркалова В ближний угол ворот Василий Кошкин Набросает И выводит Витязь Вновь вперед 4-3 Снова магнитки Нужно догонять Концовка основного времени Настоящий штурм Обрушили на ворота Витязя Магнитогорцы И все-таки сравняли За 15 секунд До сирены Брэндон Лайпсик Это сделал Овертайм И тут, пожалуй Один из самых опытных игроков В составе Витязя Владимир Галузин Все берет в свои руки Десятая Юбилейная шайба И победа Витязя В Магнитогорске Ну а Джереми Рой Ключевой защитник Подмосковной команды Оформляет Ассистентский Хет-трик Матчи Северстали И торпеды В этом сезоне Оказываются всегда Очень интересными И непредсказуемыми Такой вышла И эта игра В Череповце Первый период Остался за гостями Из Нижнего Новгорода Александр Дарьин Подправляет После броска Николая Буренова В большинстве Много кадровых проблем У торпеда Немало игроков По лазарете Но при этом Нижегородцы Играют неплохо Максим Федотов В этом сезоне Игр практически Не пропускал И именно Максим Федотов Забивает вторую шайбу В ворота Череповецкой команды Веряев бросил Шайба Отскочил От щитков Дмитрия Шугаева Дальше Хорошая работа На пятаке Отбрасывает шайбу Игрок Череповецкой команды На синюю линию А там был абсолютно один Максим Федотов Ну и посмотрите Какая шикарная пауза От защитника Нижегородской команды И 2-0 Очень важно было Череповчанам Забить хотя бы Одну шайбу Во втором игровом отрезке И с этой задачей Команда Андрея Разина Справилась За две минуты До конца второго периода Макар Хабаров В большинстве Вот так бросает И шайба По какой-то невероятной Траектории И залетает в ворот Ну да Рикошет тут Богдана Канюшкова был Дальше Смотрим с вами События третьего периода И Александр Суворов 13-я шайба В этом сезоне Но здесь отмечаем Конечно и Михаила Тихонова И Никиту Рашкул Которые здорово За шайбу поборолись Отмечаем Михаила Тихонова снова Если в предыдущем случае Он ассистировал То он на этот раз Забивает сам Классное подключение Дальним флангом Забыли Тихонова На пятачке Воронин смотрел В другую сторону А Тихонов здорово Попадает в ближний угол 3-2 Северсталь впервые Выходит вперед В этом матче Но удержать Череповецкой команде Преимущество Минимальное Не удалось Менее чем за 5 минут До завершения Основного времени После передачи Владислава Фирстова Канюшков Бросает от синей линии Ну а Александр Дарья На пятаке Подставляет клюшку И переправляет шайбу ворота В этой игре все решалось В серии После матчевых бросков Данил Ловченко Приносит победу Череповчанам Очень важные два очка Для стелеваров Ну и нижегородцы Учитывая их трудности Возят одно очко Из Череповца Что-то всегда непросто Десятого февраля В Континентальных 1-й лиге Был сыгран один матч Но зато афиша какаял В Ярославле Локомотив против Московского Динамо Обе команды подошли К этой игре С двухматчевыми победными сериями Дважды в этом сезоне Локомотив обыгрывал Динамо 3-1 и 4-2 И один раз уступал 0-3 Первая шайба в этой игре Как ожидалось Случилась ближе к концу Второго периода Максим Шалунов В большинстве Работает перед воротами Константина Волкова И с близкого расстояния Переигрывает Динамского вратаря Не так много опасных моментов Очень осторожный хоккей Матч уровня плей-офф Никто не хотел ошибаться Но чуть больше ошибок Совершили москвичи Еще одна шайба Влетает в ворота Белоголубых Максим Березкин Здорово бросает И переигрывает В ближнем бою Голкипер Но началось все В средней зоне Ярославцы шайбу Перехватили И быстро убежали В контратаку Ну и Березкин Красавец Ушел от Мартынова Уложил соперника На лед И бросил Настолько сильно Что голкипер На этот раз Среагировать не сумел Динамовцы попробовали Организовать финальный Штурм ворот Даниила Исаева Но сев в этом матче Вратарь ярославской команды Был непробиваем Исаев отразил 23 броска По своим воротам А в пустые ворота Динамовцев забивает Уже Максим Шалунов 27-й его гол В этом сезоне И это повторение рекорда Ярославского локомотива Вообще в истории Этой команды 27 голов За один регулярный чемпионат Забивал лишь Андрей Коваленко Очередной матч Нашего обзора Прошел в Омске Авангард против СКА Вторая очная встреча Между командами В чемпионате Первая прошла Очень давно На старте регулярки Тогда армейцы Оказались сильнее Победили со счетом 4-1 Тут все очень плохо Начинается для мячей Первый же опасный момент То их ворот Оказывается Голевым Александр Волков Добивает После броска Бордаков Ну а Ритбуше Пользуется подарком От Михаила Пашнина Который теряет шайбу На ровном месте Бросает с острого угла Но Николаев выручить не смог 1-1 Счет становится уже на третьей минуте Но все-таки На первый перерыв СКА Уходит с преимуществом В счете Мощнейший выстрел Андрея Педана После передачи Игоря Жиганова И на 16-й минуте Педан во второй раз В этом матче Выводит СКА вперед Во втором периоде Солирова Владимир Ткачев Если в первом Он был незаметно То во втором Он стал главным героем Обращаем внимание На Карамыслова Первая смена Сразу же допускает ошибку Ткачев от него убегает И поражает ближний угол Потом снова Большинство СКА Яшкин Казалось бы Из сложнейшей ситуации Находит сам для себя момент Бросок с отрицательного угла И от Демченко Шайба влетает в ворот Тоже кстати Было реализовано большинство И как в первом случае Было удаление У Владимира Ткачева За первое удаление Он отмазался голом На 25-й минуте За второе удаление Он отмазывается голом На 36-й минуте 22-й гол Владимира Эдуардовича В этом сезоне Снова СКА удается Выйти вперед Причем четвертый Тройка армейцев Отличается Евгений Кетов Подправляет шайбу Причем даже не клюшкой А ногой В бедро она попала После броска Пашнина От Синьи Лени Дамир Шеревзианов В большинстве На 56-й минуте После передачи Арсения Грицука Забивает свой шестой гол В этом сезоне И делает счет равным 4-4 Ну а потом Алекс Бродхерст Забрасывает пятую шайбу Не без помощи Сергея Кулакова Именно от его конька Отскочила шайба К нападающему Авангарду Что интересно Авангард за второй и третий Период Нанес всего 9 бросков Створно забил Четыре шайбы И победил Заключительный матч Нашего обзора Прошел в Новосибирске Где в гости к Сибири Приехал Магнитогорский Металлур К Сибири дважды В этом сезоне Обыгрывала Магнитку 3-2 в серии После матчевых бросков И в основное время 4-2 И один раз Таким же счетом 2-4 уступила Первая шайба В этом матче Случается уже на третьей минуте Денис Зернов 14 раз в этом сезоне Отличается после передачи Коди Керна Но здесь Керн бросал От синей линии Шайб попала Центрального нападающего Металлурга И срикошетила в ворота Снова большинство Магнитки 18-й минуту встречи И оставляют На пятачке Семена Кошелева Классный бросок Касания 2-0 Максим Карпов Стал автором Результативной передачи В шайбе Семена Кошелева На четвертой минуте Второго периода Обидная потеря Сибири В своей зоне Максим Карпов Делает пас на пятак Где абсолютно один Денис Зернов Прицелился И нанес бросок Мимо Вратаря новосибирской команды Дубль в этом матче Оформляет 16-й номер Оборона Сибири В этом матче Трещала по швам Очень много Невынужденных ошибок Допустили новосибирцы Но вот и здесь Пьянов теряет шайбу На ровном месте И как же Никонсов Здорово играет Не стал сам бросать Выманил на себя Галкипера Спрятал шайбу Оставил ее назад И Лайпсик Здорово попал В дальний угол Но отыграть на ноль Эдвард Бускуале В этом матче Было не суждено Всему виной Гол Никиты Шашкова Который случился На 48-й минуте Здорово на добивании После броска Ильи Морозова Играет 99-й номер Новосибирской команды И переправляет Шайбу ворота С неудобной руки Итог 4-1 Победа Магнитогорской команды На выезде И борьба За первое место На Востоке продолжается А для вас этот обзор Провели Кирилл Корнилов И Артем Башко Всем пока Редактор субтитров А.Семкин